11 часов назад, если честно, то на мнение после общения и наблюдения за персиками агрономами Украины. Внимание! Украина смеется с сибирскими персиками. Ага, сейчас я вам покажу их. На сибирске покажу. Итак, агрономы Украины смеются с сибирскими персиками. Вот это, как называется, это называется комментарий. За меня вступилась некая Наташа. Садоводство пожалеет. Совершенно верно. Она пишет, смеются от поверхности своей. Канал мега интересный, спасибо за труды. То есть она за меня заступила. Ладно. Потом, значит, я, мой комментарий. Читай внимательно. Почему? Потому что хотят клин вбить, понимаете? Даже тут. Тут-то за что? Тут-то зачем? Вот. Я за это самое, Валерия Александровича, сумского садовода, пасть порву любому. У него сад не искалечен. Понимаете? Вот. А зачем эти клинья вбивать? Ладно. Тогда я вот так отвечаю. Хорошо смеется последний. Вы еще не видели ролики в Сумской области Украина, где в Большом саду погибли канадские персики, пропустили урожай украинские и свели только хасанские. Минус 27 было. Вот так вот. Свели хасанские. Увидите скоро, тогда и смейтесь. Я ответил. Человек перестраивается. Смотрите. Внимание. То же самое. Покер. Да, все, ох. У меня тоже хасансы растут. Но они, они, он имеет в виду, не себя. Он уже не с ними, он уже отдельно. Они, то есть украинские садоводы. Они высока на дело смотрят из-за превосходства теплой погоды. Вообще не с некоторым. Я понял, что они не развивались эти годы. И считаю, что они ближе к солнцу. Солнце – это их Бог. А мы типа далеки от Бога. Ну реально, а чем развиваться? Кем ухоцов растет? То есть уже человек на моей стороне. Все. А я не стал обижаться. Такие мне вот эти вот, что надо мной смеются. Они не нормальные, а надумаем персиками. Сибирскими. Ну пожалуйста. Пусть смеются. Но долго смеяться им не пришлось. Минут 27 и смех закончился. Да, я согласен. Смотрите, все, я согласен. Я согласен с тем, что вот эти скромные персики. Да? Вот они, скромные. Пусть украинцы их на подно используют. Раз им погода позволяет использовать их. А нам, извините, мы таким рады. А? Олег Олегович. Вот он, хасанский персик. А может быть, минусинский. Я сейчас уже не вспомню. Одна фотография. Вторая фотография. Третья фотография. Это уже 100 граммовая. Ну, не 100 на 80. А, вот он минусинский. Эти помельче. Вот. Еще одна фотография. Вы красотища какая. Я сразу скажу, я в Сибири никогда не буду получать такие вырожаи. Во-первых, деревья калечат. Если серия теплых зим, а у меня позавчера ночью было минус 40, вот. Ну, два дня это не, ну как это же, это не показатель. Может быть, пронесет. И все равно не видать им такого холебрянски. Ну, я в Сибири наелся перчиков. Это что-то значит. И я травленных. Ах, знаете, я в Москве ел. Добрый, давай. Вот этих вот. Вот этих вот. И привлечу. Вот такие вот. Турецкие. Я пришлось их выкинуть. Я купил всего три штуки. Ну, в Москве, да, за счет. Это интересно было. Твердое, как камень. Кислое. Это чтобы перчик был кислый. А я своих наелся. А ко мне приезжает главный редактор журнала «Позент» в Красноярске. Вот. Я рассказывал это один раз. Ну, ничего, повторюсь. Я становлюсь в стороны колени. Потом на живот ложусь. И заползаю под перчик, у которого... Ну-ка, 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 сейчас, 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 сейчас. Вот, смотрите. Вот, попробуйте вы. А у меня получилось, что вверх не упали, потому солнце больше. А нижние пти не остались. А упали сквозь них, и на полу лежат. И я на глазах у главного редактора журнала «Газета Позента» залез туда ползком, как будто я этот, прихотенец на тренировке. И там собирал для него перчатки. Вот это я запомнил. И вот когда Мезинов, вы видите, вы представляете, что, не дай Бог, это самое, если бы он взял и вот это бы делал. А теперь насчет чаши. Внимание! Вот время заканчивается. Это важнейшие письма. Все это работает на мельницу настоящего здравого садоводства. Олег Мезинов. Здравствуйте, Валерий Константинович. Созревает плоды на корне собственных саженцах персика. У меня привитые по 50 грамм. Примитые. Понимаете? Холодно. Они чувствуют это. Каждый собственный. Дальше. Посадка была нехитрой. Ну, и что, ладно, подряд. Хасанский и Монусинский получили от Сергея, от Маршина. В одновлении можете. То есть сердце он получил. Посадка была нехитрой. Саженец поставил на многолетний дёрн. Поставил на дёрн. Не забыв про стороны света. Когда он получил посылку, там было пятнышко. А пятнышко смотрело на юг. Когда он выкапывал, Сергей, значит, смотрело на юг, когда он садил. Вы думаете, от этого не зависело вот это вот? Вот это вот? А? Как вы думаете? Не зависело от того? Вот так или наоборот? Где? Ни в одном учебнике. Как случилось, что до 21 века? Я начал печататься с начала 21 века. Никто, никогда, нигде. Это простейший приём. А пометочку делает. А то, когда в школе проходят света, говорят, и мы заблудились, смотрите по сторонам света. Если света с той стороны мог, значит, север. А если, а там, у нас же, смотрите, все выпили, на чёрт, чуть не сказал грубо, матери. Вот они пуни, вот и смотрите, поплю. Вот. Где расстояние между кольцами меньше, значит, там севера, где вот такое, там юг. И вот как сажен, был посажен, обжигали его ветра северные. Так, извините, пусть и дальше теперь уже брянские обжигают. А как солнце с юга и запада, пусть так же будет точно. Но садить пятнышком на юг. Вот и всё. Где, когда. У меня таких приёмов хитрых десятки, сотни. А мне всё по морде. Я на готовом. Никогда, нигде, ни один секс не написал, что он пошёл на рынок, и там увидел пятнышки при выкопке. Не было и не будет, чихать хотели. Был случай, когда одна дама спросила, «Почему у вас пятнышка нет?» Ну, здорово, понимаете. Приходит эта самая. Арина говорит, «А и давай, а почему пятнышка нет?» Догадайтесь, куда её вместе со мной послали. Догадались? Идём дальше. Ну, хорошо скажу. Пусть у вас железо в херлении занимается. Поняли, да? Читаем дальше, ещё не всё. Итак, многолетний дёрн начал вокруг него насыпать пологий холм. Как я делаю? Я насыпал, например, холм, потом ямку, и в центр посадил саженец. А он поставил саженец, и давай таскать землю, пока не получился. Тот же самый холм. Ну, пока вершина холма не достигнет заветной отметки, земля-воздух. Эта же пятнышка показывает, что ниже, то есть это в том месте. То есть он засенец, вот он как вырос, что надо под землей, что надо над землей. Вот, отметка – это граница земля-воздух. Вот. Ну что, подвёл его Сергей? К ним его бы залезал. Далее просто наблюдал, как они растут. На третий год каждый дали понеску плодов. На четвертый год сполна отблагодарили за невмешательство в их жизнь. А? Ну, про скошную траву много, согласны. Перекапаем. Вот. То есть скашиваем, но не вырываем, не перекапываем. Ну и что получается? Ещё не всё, ещё его наблюдение. Господи, да. Олег Олегович, вот не ты меня за это, а я тебе бы пол-литра поставил. За это письмо, за эти слова. Да мы все должны скинуться. На четвертый год завязались плоды. Ой, не надо, а то соперся. Столько ты заработал пол-литровых. Шучу. На четвертый год завязались плоды, и по мере их увеличения Виткин начал наклонить в сторону периметра кроны. Тем самым переведенное дерево было полностью открыто для солнца, без всякой обрезки, пригибаний и прочих появлений Садового университета. А? Чего вы там про это? Железово металлурка, а мы это, шикарное образование. Вы про это знаете? Что любая обрезка снижает иммунитет дерева, снижает просто-напросто, любая обрезка, уменьшает морозостойкость. На много, на градусы, на десятки градусов. Вы знаете, что из-за таких, как вы, в стране персиков-то нету. Только разница, без обрезки. Помните? На четвертый год я ничего не делал. Ваш ученик Безинов. 60-110 грамм. Сеется, а у меня привитый 50 грамм. Ну что получается? Ну что получается? Извините, дамы, выпускницы, от вас вреда больше, чем пользы. Даже не просто, вообще пользы от вас нет. Нам персики нужны в стране. Пусть скромные. Пусть. Но вот такие они должны быть. Настоящие, ароматные. А? Сегодня текут крупный план. Это понятно. Это на косточке. Вот сейчас эти косточки мы и продаем с ним. Вот. Тут еще какой-то покрасивее фотографий. Господи. Вот одна Россия с персиками. Вот так они выглядят. Сеянца. Ну а сейчас идет момент истины. Замерзнуть и замерзнуть. Нет, замерзнуть нет. Могут урожай пропустить. Если там было за 30. Вот это то, что творится, когда пишут. Если 15-18, цитирую. Замерзают цветочные почки при 15... Какой Россия при 15-18? Но крайне было 27. Должны замерзнуть цветочные почки. Это данные науки. Это из научных садов. А вспоминаю, я цитировал. Я же не цифры-то сам не видел. А 21-25 погибает все дерево. Вот они погибшие. Наслаждаюсь. Да, это такой момент. И у меня такое было. А потом Олег Олегович возьмем вот эти ветки, отрежь. Заработай на них. Хорошо заработай. Ну и через год-два это дерево сдохнет. Как я ненавижу обрезку. Я вынужден резать. Но ненавижу. У меня еще осталось. Среди котельку перчиков. Сергей срезал штук 100 себе на прививку. Чтобы потом саженцами торговать, привитыми. Вот. И сейчас с ужасом жду. Помрут или не помрут. Вот сейчас, когда два дня было под 40 или 40. Продолжение следует.